Доброе утро всем из Одессы! Сегодня 17 мая 2024 года. Сегодняшнее утро в Одессе начинается с нескольких воздушных тревог. Всю ночь были у нас воздушные тревоги. Мы с вами сегодня ночью заканчивали наши разговоры с информацией про воздушные тревоги и начинаем также с информации про воздушные тревоги. Что я последнее сообщал, это что у нас 23.44 объявили воздушную тревогу. Причина шахет летел в направлении юга области в 00.19 дали отбой. В 00.55 снова у нас объявили воздушную тревогу. Длилась она уже дольше. Отбой воздушной тревоги дали уже в 2.27. Причина воздушной тревоги также шахеты. В 2.57 снова объявляют воздушную тревогу. Сообщают о том, что один беспилотник летит в направлении Коблева. Значит, отбой воздушной тревоги дали в 4.17. В 7.02 снова объявляют воздушную тревогу. Уже утром, да, угроза баллистики была. И буквально сразу в 7.11 дают отбой. И проходит чуть-чуть времени. В 7.34 снова объявляется воздушная тревога. Причина все та же. Угроза баллистики с Крыма. Плюс сообщали о том, что разведбеспилотник в море летает в 35 километрах от города. До сих пор не дали отбой воздушной тревоги. Время уже 8.52. Официально отбой пока не дают. Летает разведка. Летит в направлении города. А разведка означает, что с большой вероятностью будут нанесены ракетные удары. Во всяком случае, в предыдущие разы всегда так и происходило. То есть сначала летает разведка. После чего наносится либо авиационный удар, либо баллистический удар. Вот. Такая вот обстановка у нас. Разведку могут сбивать тоже можно. Могут быть взрывы. Может быть громко. Поэтому будьте бдительны, скажем так. И реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Такая у нас обстановочка. Неспокойно складывается. Я на связи. Будет обновляться информация. Буду сообщать. Всем мирного неба. Хорошего дня. До встречи.